Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами материалом, посвященный тому, как прорабатывать детали на примере чешуи дракона. Разберу это я на примере своей одной из старых работ и покажу, как этот процесс состоит. Давайте приблизим к нашей работе и рассмотрим детальнее. Итак, когда мы закончили проработку формы, цвета и тона, мы можем переходить к деталям. Важно! Не стоит переходить к деталям, пока у нас не закончена основная масса. Поэтому для всех новичков очень важно понимать, что не стоит рисовать отдельные чешуйки, пока мы не нарисовали основу. Как только мы с этой задачей справились, мы можем переходить уже к непосредственным деталям. Мы берем небольшую кисть и на новом слое можно начать прорабатывать сами чешуйки. Вот таким вот образом. То есть я просто отрисовываю их неокружность, имитируя форму наподобие чешуйки. Давайте приблизимся и рассмотрим детальнее. После того, как я наметил основу, я прохожусь еще дополнительно тоном внутри каждой отдельной чешуйки. Важно заметить, что тон отдельной чешуйки не должен перерывать основной тон, который у нас на работе. То есть, что я имею в виду? После того, как мы сделали эти манипуляции с проработкой чешуйки, нам необходимо их сделать в таком же тоне, как и основная работа. Что важно? Если тон у нас сильно темный и выбивается, его можно обобщить. Я беру тон сосновый и немножко прохожу. Самое главное, о чем стоит помнить, это при работе с такими вещами, как чешуя, это ритм. То есть в идеале его делать разнообразным и чередовать, чтобы у вас чешуйки не напоминали забор. Чередовать мы можем размер, направление, структуру и прочее. Вот таким образом, просто очерчивая отдельные объекты, мы уточняем по сути форму. Далее можно где-то отдельно на некоторых чешуйках сделать небольшие такие блики, добавив тем самым объем. Также важно еще помнить о том, что направление чешуйки, формы, должен соответствовать направлению формы дракона. То есть если у меня скула загнута в эту сторону, то все чешуйки должны также принадлежать этому направлению. Где-то также, напоминаю, будет чуть темнее, чуть светлее и так далее. Здесь можно много экспериментировать, прорабатывать. И в итоге мы получим наш с вами результат. Где-то чуть-чуть больше блика, где-то чуть меньше. Как видите, я все это делаю очень быстро. В итоге мы получаем с вами такое интересное решение. Это было короткое видео для новичков, которое, возможно, поможет вам немножко приоткрыть занавес тайны, как прорабатывать детали на примере моей работы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!